привет видео дневник раннее утро я очень хочу спать я спал часа 2 3 может быть сейчас катю поедем в казани тут у меня маленькая исландия вот из кати мы поедем вот примерно вот на таком вот поезде только на электронном у нас катя сели в электропоезд который ездит по вайфаю по вайфаю ездила итак всем здравствуйте на часах у нас сегодня сейчас на данный момент 1 мая всех кстати с праздником 632 время говорит само за себя сегодня ведем прямой репортаж из великолепного места электричество смотрите мы уже поедем это другой поезд мы еще стоим данные видео будет конечно же с помощью произведено произведено с помощью меня екатерина я оператор оператор 2 ой наоборот меня зовут юрий корреспондент екатерина а я оператор юрий простите пожалуйста и великолепный вспомогательный гаджет iphone 11 12 менее неважно я скоро протру камеру я обязательно протру но скоро профессионализм сразу видим и так обзор обзор вот это там есть очень удобная штучка данного продемонстрируйте вот почему удобно нет какая жалость попутали у нас есть стол умой сюда можно положить билеты очень удобно вот так вот он закрывается закрывается очень между прочим интересный такой механизм здесь оборудовать это так сказать витаж это очень это стилизация это стилизация да это фидбэк водителю машинисту фидбэк это к нам что мы сейчас можем видеть прямое включение прямое включение из подземной подземности земной подземности как вы уже готовы я уже я тоже готов вот она подземная подземная подземность под мостовая под мостовка настя только что меня поприветствовали мои операторы теле 2 в республике татарстан распутываю микрофон чтобы было микрофонисто здравствуйте меня зовут юрий титов и сегодня я говорю в экстремально маленьких размерах размеров микрофон это очень странно что самое странное он работает смотрите это я вот сейчас вот так вот по нему поделал то вот оно было у меня хорошо хорошее настроение я немножко выспался моя попа не столь квадратная потому что я успел потверкать сегодня великолепный великолепный от слова велик велосипед как мы назовем наш подкаст я предлагаю назвать наш подкаст подкаст попкаст нет от того что он популар или от того что попа я хотел придумать что-нибудь интересное а это не интересно например губы голубей г я думаю что название подкаста должно как-то калерилировать калерили от 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 отражать смысл и так сказать тематику нашего подкаста но губы голубей я я уверена это не как хорошо хорошо тогда я предлагаю назвать наш подкаст дефекты речи я согласна расчувствовалась и немножко плачем сейчас все 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 серьезно юра ты какой я пока не определился очень очень нравится сегодня и погода да атмосфера все так спокойно классно да сегодня замечательно погода очень хорошая катя подтвердит катя подтверждает катя подтверждает очень здесь красиво смотрите очень много людей какой сегодня день недели воскресенье на самом деле сегодня здравствуйте 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 и это снова наш подпак попкаст который называется дефекты речи мы сейчас находимся на оживленной улице баумана в казани меня посетила следующая мысль мне кажется это очень хорошее место для того чтобы задать следующий вопрос как вы относитесь к многолюдным местам екатерина спасибо юрий спасибо что вы здесь ладно господи какая красота банк мы снимаем репортаж прямое включение так сказать вот он все это все что вам нужно о нем знать был вопрос о том насколько хорошо я отношусь к многолюдным местам смотря каким смотря каким к вот таким многолюдным местам я отношусь вполне хорошо тут большая так сказать площадь территория и люди по ней равномерно распределены и поэтому такого замкнутого пространства знаете таком скомканного непонятного не возникает и ты чувствуешь себя в этой толпе анонимно а можно еще фотографию банка потом и меня с ним сделать специальный корреспондент Екатерина и парк что вы думаете по этому поводу так вот мы сейчас являемся свидетелями рождение новой точки зрения лично я к многолюдным пространствам отношусь довольно таки скептически так или иначе находясь сегодня здесь и сейчас чувствуешь себя конечно прекрасно прекрасно потому что людей не так много вот из многолюдных мест подобного толка мне конечно же очень нравится арбат и вообще что самое удивительное да вот пока мы с тобой тут шли мы увидели девочку которая проходила здесь и говорила ой мне так нравится гулять по Баумана потому что здесь всегда что-то происходит и здесь всегда что-то происходит как минимум сейчас наш подкаст да так оно и есть итак мы начинаем обзор места под названием пилов это Кьянти Италия предлагаю сделать чин-чин и приступить к употреблению плова это вот пилов пилов чайханский это просто с бараниной а вы пьете овощи в кайкейске это очень хорошо что сказать ну что сказать устроены так люди устроены так люди что любят поесть хорошо и я считаю это заведение отлично выполняет данную функцию я я я ставлю я ставлю я ставлю сейчас протру камеру я ставлю этому заведению девять с половиной из десяти и это потому что у меня хорошее настроение всем здравствуйте дорогие господа дамы и зрители и остальные сегодня мы можем наблюдать фонтан увеличаемые названием две прекрасные жопки ангела вот знаете персики какие были в фильме call me by your name зови меня своим именем это оно мысль она не кончается мысль она идет она течет прямо как эта вода в этом фонтане смотрите иногда конечно бывают затупы как он например там но здесь оно всегда идет можно заметить замечательную так сказать чистоту порядок на фонтане вы знаете почему почему же чистят да все репортаж окончен встретимся с вами в другом видео колокола звонят дайте звук колоколам да что ж вы будете делать да что ж вы будете делать невероятно я я висю в воздухе юбиление Хрисуса у меня очень смешно волосы бутру делаются да мало кто знает но сегодня день святого патрика в татарстане празднуется день святого патрика и воду окрасили в зеленый цвет очень красиво все как в нью-йорке да 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 как так дурак да я не смогли доесть шоколадной чучок потому что он слишком сладкий. Катя, какую оценку? А хотя, за вас все говорит ваша неводная личка. 10 из 10 мы в этом замечательном месте музея Чак-Чака. Судя по всему, зовут на вечернюю молитву, на намаз, хотя я не буду шипать. На город Казани опустился вечер, а мы продолжаем прогулку по этому замечательному городу. У меня возник к вам такой вопрос. Скажем так, не из праздного любопытства интересуюсь. Хочу искренне узнать. Будьте здоровы. Блиц. Кефир или йогурт? Йогурт. Сырак-топтышка или Баю Александров? Сырак-топтышка. Вы помните, как называется наш подкаст? Яичница или каша? Яичница. Чай или кофе? Чай. Кошка или собака? Мандельштам или пастернак? Пастернак. Что мы узнали? Чай, кошка, пастернак. Это получается, что ты больше москвичка, чем петербурженка? Да. Да, если бы у тебя была кошка, кофе, мандельштам, кофе, кошка, мандельштам, тогда ты была бы петербурженка. Это тест Анны Ахматовой. Идёшь, идёшь такой, идёшь такой. А тут дом не отрендерился, короче, вот тут вода. Корягу вынесла на берег. Коряга ждёт. Коряга верит, что скоро вынесет её и пчёлка даст ей нам её. Посмотрите, пожалуйста, на местность, на которой мы находимся. Очень красиво. Но это сложно сказать, потому что вы не очень, наверное, хорошо видите. Но тебя видно хорошо. Спасибо. Не за что. Операторская работа. Да. Ага. Фонарик. Ты знаешь, ты как Есенин, который трогает берёзку, только ты трогаешь фонарик. Когда качаются фонарики ночные, когда на улицу опасно выходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Знаешь, можно придумывать такие хайпы, типа, гладь воды, фонари горят, срать охота. Так, ну что, мы вернулись. У нас есть, да, 307 номер. Катя открывает. Вот так. Доброе всем утро из солнечной казани. Прямое включение прямо из Меги. Мега супер-класс. Ультра. Вау. Тачку не помню, куда дели. Не помню, куда поставили. Да, я тоже не помню. Пик-пик. Нет, нигде почему-то. Нет, не будет. Мы пришли в место, которое называется Бурзунские коникли. Сколько вы хотите поставить этому заведению из десяти? Десяти. Почему? Хорошая атмосфера, великолепная еда. За исключением, конечно, вид размороженного. Фрикаделик. Но это было не мое. Я покакала. Так, что происходит? Мы на вокзале. Места нет. Все очень плохо, но мы не унываем. Мы нашли место на подоконнике. Мы не будем показывать все сувениры, но мы покажем классного третьего участника нашего трипа. Его зовут? Байкал. Байкал. Ну все, мы едем домой. Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим. Смотрите, караси. Это больше на лещи похоже? Байкал. Смотрите, лещи. Вообще, это больше на караси похоже. А-а-а. Заново. Смотрите, караси. Вообще, это больше на камбалу похоже. Смотри. А. Камбала? Да, это камбала.